Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады вас сегодня встретить опять в эфире. И большое вам спасибо за те письма, которые пришли с прошлой программы. Мне было очень интересно с вами общаться, мы ответили на все ваши письма. У нас сегодня очень интересная программа и очень важная для меня, потому что, наверное, человек, который сегодня пришёл в студию и компания, которую он представляет, перевернуло для меня как для бизнесмена и для человека представление о предпринимательском мире. И я, наверное, не покривлю душой, если скажу, что с момента нашей встречи я начала менять свою личную жизнь, жизнь своей команды, жизнь своей компанией. И мне очень хочется, чтобы это ощущение передалось вам сегодня с этой программы. Итак, встречается на студии господин Масата Накамура, вице-президент Панасоник Раша, и помогает нам сегодня Феликс Флейтлих. Добрый вечер, Масата. Добрый вечер, Феликс. Добрый вечер. Итак, Накамура-сан, у нас есть правило на программе. Мы даём в течение часа, мы даём вам 4 минуты свободного времени. Не очень либерально, но всё-таки 4 минуты у вас есть. Расскажите всё, что вы хотите, любая тема, так, чтобы мы поняли, с кем, собственно говоря, мы имеем дело. Большое спасибо, Ольга, за то, что меня пригласили поучаствовать в вашей программе, и это прекрасная возможность для меня. И также большое спасибо, уважаемая аудитория. Я хотел бы поговорить с большой аудиторией. Итак, 4 минуты — это большая трудная задача. Итак, во-первых, хотел бы представить себя. Меня зовут Масато Накамура. Значение этого имени... Масато — это моё, что называется, по-английски первое имя. Человек справедливости. И Накамура — это моя фамилия. Это центр деревни. Так что Масато Накамура — я человек, вершающий правосудие, который рождён в центре деревни. Я родился 4 мая 1962 года, и мой тип крови — это B. Но этот тип очень важен для японца. И тип крови... Он отражается на характере человека, на его персоналии. Так что типичный тип крови B очень, очень, то что называется, спонтанный, очень гибкий и очень, очень гибкий. Да, это я. Моё образование, моя биография. Я исследовал во время учебы университет международное право и политику, университете Хоккайдо. И моя карьера как развивалась. Я пришёл в Panasonic в 1986 году, сразу после выпуска из университета. И потом я начал карьеру в области решений для бизнеса. И это продолжалось больше 25 лет в Panasonic. И также у меня была возможность работать за границей, за пределами Японии. Это моя третья командировка. Первая зарубежная командировка была в Великобритании. И вторая командировка — Германии. И вот моя третья командировка. Сегодня я в России. Это наиболее интересная командировка. И на самом деле, история моей семьи. Мне нравится жизнь одинокого холостяка. Так что мне нравится работать в области бизнеса в России. Так же и нравится личная жизнь в России. Ну что ещё? Хорошо. Итак. Начинай. Я приехал в Россию. Я приехал в Москву в октябре прошлого года. Так что пока прошло 13 месяцев. И когда я приехал сюда, я думал, Россия похожа на Европу. И поскольку моя биография, когда я работал в Великобритании, в Германии, через 13 месяцев, теперь я понимаю, что Россия отличается от Европы. И я осознал, что половина моего тела, половина моего разума становится очень думающими по-русски. Когда я говорю с японскими коллегами, с японскими менеджерами, поэтому благодаря моим русским коллегам и бизнес-партнёрам в России я думаю, что я постепенно начинаю понимать всё больше и больше Россию, российских людей, российскую экономику, российскую политику, российскую культуру. И я считаю, то есть я продолжаю получать удовольствие от работы на этом рынке, работать с нашими коллегами, с нашими партнёрами, и я продолжаю получать удовольствие от моей личной жизни здесь. Ну, наверное, мы с этого и начнём. Накамору-сан, а от чего конкретно вы получаете удовольствие в личной жизни? Да, на самом деле особенно я трачу большую часть своего времени в офисы, занимаясь бизнесом, и каждый день много вещей происходит, новые вещи появляются, и очень трудно прогнозировать, что произойдёт сразу после того, что происходит сейчас. Так что каждый день, каждую неделю происходит что-то новое, что-то неожиданное. То есть вы любите приключения? Да, очень сильно люблю приключения. Это одна из идей, которые отличают идею России от европейской идеи. потрясающе, но то есть на девушек времени не остаётся, поэтому вы сингл-гай. Накамор-сан, о каком размере бизнеса мы сейчас говорим? Сколько человек работает в Панасонике и Волдвайде? По всему миру от пречиства сотрудников приводится 333 тысячи сотрудников. Ну, это несколько больше, чем Газпром России. Да, но невозможно управлять людьми в таком количестве. Каким образом Панасоник создал систему регулирования такой огромной массы народа? контролинг систем over so many people? Да. Благодарю вас за очень хороший вопрос. Так что в группе Панасоник у нас есть очень система сильного управления сильной философией и методов управления, эту практику мы продолжаем передавать из поколения поколения, новому поколению со времен наших отцов-основателей. Так что вся группа Панасоник и все подразделения Панасоник и компании группы и все сотрудники они разделяют общую философию и политику ведения бизнеса. Ну, вот можно я сейчас открою небольшую тайну для наших слушателей. То, с чего, собственно говоря, начался переворот моего личного сознания. Основателем Панасоника считается Канасуки Матсусита. И я прочла в его книге как, собственно говоря, он пришел к идее создания такой огромной компании, компанией, причем, это произошло в тот момент, когда у него было 200 человек в компании. Это очень сейчас важный момент для России, потому что у нас много компаний, где по 200 человек в этом пределе. У нас только нарастает бизнес, и люди хотят понять, как им двигаться. так вот, так вот, я сейчас прочту цитату, цитату. Вот она, о чем говорит. Он говорит, что мистер Матсусита посетил одну религиозную организацию, где на него произвели сильное впечатление верующие, которые усердно занимались добровольным трудом, бесплатным. А тогда он решил осмыслить этот вопрос. А он сказал, что религия это святое занятие, которое позволяет освободить людей от мук и приносить им счастье. но он поставил перед собой вопрос, не является ли святым занятием, в том числе и предпринимательская деятельность, цель, которая заключается в обеспечении народа всем необходимым для жизни. И дав ответ на этот вопрос для себя и своей команды, он создал 250-летний план для реализации предназначения компании. Как предназначение компании Panasonic в 1932 году он поставил, что компания должна выпускать такие же доступные товары и нефекамы, как водопроводная вода. И конечная цель это создание рая на земле. Он создал 250-летний план для реализации этого. Который говорит следующее. Начиная с этого дня будем работать по 25-летнему циклу, состоящему из 10-летнего периода строительства, 10-летнего периода деятельности и 5-летнего периода внесения вклада в общество. Передавая данный цикл из поколения в поколение будем повторять его 10 раз. И таким образом 200-50-летний план. А вы следуете сейчас этому плану? «Панасоник» сейчас. После смерти уже основателя. «Панасоникс фаундер». Да. Он это сказал, что есть 250 лет, которые запланированы, для многих людей очень трудно понять, что такое 250 лет значит, потому что это длиннее, чем жизнь. Это очень трудно. для кого угодно понять, что это может означать. Вот почему наш основатель, господин Мацушита, подготовил набор задач и 7 принципов. И все это было в более понятной форме. Так что 7 принципов они все еще практикуются в нашей компании ежедневно. мы повторяем чтение этих принципов 7. И 7 принципов позвольте я попробую объяснить. Итак, номер 1 это взнос в общество и в промышленность. 2. номер 2 честность и справедливость. И номер 3 это сотрудничество и сосуществование. номер 4 это усилие и стремление. Номер 5 это вежливость и приличие. номер 6 это ассимиляция. Номер 7 это благодарность. Итак, вот эти все описывающие принципы, которые наш основатель, которые он сформулировал в виде 7 принципов и для всех сотрудников, чтобы они могли понять, какова их миссия и как будет работать компания, что они должны сделать для компании на своем рабочем месте на своей должности. Это то, как надо идти. Так что наш основатель попытался сделать так, чтобы в компании вся организация следовала этим принципам в течение 250 лет. Накамур-сан, а вы лично принимаете все эти 7 принципов? Да, на всякий раз, когда мы возвращаемся к этим 7 принципам, когда у нас есть некоторые трудности и какие-то, скажем так, споры между подразделениями, то есть между подразделениями возникают какие-то споры, мы всегда стараемся помнить вот эти принципы, и потом естественно мы можем узнать, каково настоящее решение, или можем узнать, как же можно добиться компромисса для всех, так что очень важно делить, разделять это видение и те же самые ценности, чтобы они были разделены всеми участниками компаниями, чтобы все это работало хорошо для это чтобы хорошо совпадало со значением нашего бизнеса, это очень важно, естественно, в такой большой организации. Накамур-сан, ну вот Россия в России предпринимательский бизнес начал строиться по другой модели, это больше похоже на период занятия земель Дикого Запада в 19 веке, мы воюем, мы находимся на войне, я хочу сказать, что в этом смысле, ну я сама как бы на этой войне, в этом смысле, к сожалению, половина тех принципов, которые декларируются, они очень тяжело имплементируются в российскую действительность. А насколько компания Panasonic тяжело вписаться именно в российское общество? Я думаю, что мы на самом деле мы делаем бизнес практически уже 20 лет здесь. Из года в год мы учимся, мы изучаем все трудности и сложности в области продаж и маркетинга из года в год мы продолжаем глубоко изучать и обсуждать те методы преодоления трудностей, а также обсуждаем, как можно сформулировать новые стратегии. И да, это не совершенный мир, мы не можем просто взять и внедрить нашу собственную философию и наши методы. То есть способность приспосабливаться очень важна. Так что это всегда большая трудная задача. Мы должны уметь приспосабливаться в то же самое время, мы должны все время соблюдать наши миссии, цели и задачи. Ну, скажем так, мы должны найти способ, как оптимизировать, но каждый год мы должны максимально работать в том направлении, чтобы улучшить нашу производственную деятельность и наши сервисы. и также мы всегда пытаемся думать, что покупатель первый это также вот это слово, оно всеохватывающее, это хорошо охватывает и включает философию господина Матуситрии. Так что мы всегда думаем, что покупатель заказчик первый. Прибыль следующая. прибыль в нашей компании это не цель. Выгоды для заказчика покупателя это наша задача и прибыль должна следовать как результат. Так что таким образом я думаю, что наша компания продолжает предпринимать усилия, чтобы преодолеть любого типа сложности на этом рынке или вообще на любом другом рынке по всему миру, потому что Россия это не единственный рынок. Действительно дает нам много трудных задач. То же самое вообще во всем мире. То же самое в США, в Европе, то же самое в Латинской Америке, в Китае и в Азии вообще. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, хотя мне очень жалко останавливаться. И через минуту вернемся в студию. У нас сегодня на программе господин Масата Накамура, вице-президент Панасоник России. И Накамура, сан, для меня очень важно все, что вы говорите, и я думаю, что это важно для огромного количества людей сейчас в России. Япония показала всем пример, удивительного социального поведения во время атомной катастрофы. Я просто не знаю ни одного человека, как бы он не относился к иностранцам, которые во время новостей, когда он видел по телевизору, как люди, лишившиеся всего, которые находились под угрозой ядерной катастрофы. Стояли многочасовые очереди для получения продуктов первой необходимости, пропуская вперед стариков и детей. И никаких погромов, никаких истерик, скандалов. Это абсолютно пока, к сожалению, недостижимо. Ни для России, ни для Америки, ни для большинства стран Европы. Это пример удивительного социального поведения. И в этом смысле Panasonic, как японская компания, очень японская компания, может очень многое принести для наших российских предпринимателей. У меня вопрос. Какие проекты сейчас у вас существуют в России и какие у вас планы по расширению своего присутствия в России? С тех пор, как я приехал сюда, я все время пытался продвигать маркетинговый подход. Вертикальный. Вертикальный. Вертикальный рыночный подход. Что значит, это значит, что мы пытаемся развивать, расширять наши контакты напрямую с потенциальными конечными пользователями, также с государственным сектором, и также с клиентами в сфере бизнеса, то есть с корпоративными клиентами. И одним примером этого является Panasonic Business Solutions Oppenheims. Я уже организовал открытый дом Open House для Panasonic из Panasonic два раза. Первый Open House был в июне и второй был в сентябре. Что это значит? Да, мы приглашаем потенциальных различных представителей из области бизнес-бизнеса и объясняем и показываем наши бизнес-решения, то есть напрямую они слушают. Мы слушаем их проблемы, мы пытаемся услышать и предложить решение. шоу или обучение? Это своего рода как выставка, только панасониковская выставка, но идея зато том, что мы рассылаем приглашение потенциальным корпоративным заказчикам, и идея состоит в том, чтобы цель этой деятельности попытаться создать спрос, мы пытаемся развить проекты, и это то, как мы пытаемся сделать, оказать помощь нашим дилерам, системным интеграторам, партнерам, дистрибьюторам. это наше намерение начать организовать прямой бизнес, это не намерение сделать конечный бизнес, мы хотели бы больше инвестировать в создание спроса для корпоративных заказчиков, также очень важно, поскольку панасоник в основном производит производство электронного оборудования, но электронное оборудование не может обеспечить полные решения для бизнеса, для конечного пользователя, так что мы это делаем это совместно с партнерами по представлению решений, например, документарные решения, очень важные решения, есть очень важный партнер, где мы совместно электронную технику и систему обеспечения документа оборота, объединяем и показываем комплексные такой полные решения, пакет решений, который уже нужен для корпоративного заказчика, то же самое мы делаем это в области продуктов для радиосвязи и телевизионной связи, так что это, пожалуй, главная часть стратегии, мы продолжаем это организовывать, так что в январе у меня есть план организовать это в Екатеринбурге. Мистер Мацушито в своих правилах «Семь принципов» он меня поразил следующим образом, сначала он пишет там про вежливость, скромность, адаптацию, благодарность, а в самом конце книжки он пишет, что бизнес это война и вы должны выиграть, и вы воин и имеет смысл только развивающийся бизнес, не имеет смысла стагнировать. Вот как военные действия связаны с вежливостью, скромностью и благодарностью? Я имею в виду как позиция, при том, что вы должны всегда выигрывать, как вы можете быть одновременно победителем ваших противников и относиться к ним вежливо и скромно и благодарно. Я думаю, что я потратил практически 25-26 лет в этой компании, так что, может быть, я не могу объективно судить философию компании, но я считаю, что там нет противоречия, то есть побить или победить конкурентов, в то же время быть приличным или гибким, то есть нет вообще никакого противоречия с моей точки зрения. Да, мы должны победить наших конкурентов, должны выиграть наши тендеры. Но идея состоит в том, для чего идти того, зачем мы хотим выиграть. мы должны сделать прибыль, мы должны сделать продажи, должны сделать прибыль, потому что основатели сказали, что мы должны делать взнос в общество за счет нашей бизнес-деятельности, то есть без прибыли мы не можем платить. это то, как мы думаем. Почему мы должны победить, для чего? Так что мы должны победить для бизнеса. Есть не что иное, как инструмент привнесения взнос в общество. Нагамору-сан, насколько я знаю, вы занимались в детстве борьбой на мячах. Как это называется? Да, я упражнялся кендол больше, чем 10 лет, когда я был подростком. Какие принципы кендол? Кендол, это, я все еще помню, это была отличная тренировка, не только для физического состояния, но также для психологического состояния. Кендол мы должны носить специальные доги, то есть специальные защитные костюмы. Это происходит и зимой, и летом. Так что летом очень жарко, и зимой очень холодно, поскольку в кендол нельзя носить обувь. Босиком постоянно? А, это то, что делала Ума Турман убить Билла, когда они во дворе дрались, да, в первой серии. Да, да. Ума Турман убить Билла, Тарантина. Она во дворе дралась со своим противницей босиком по снегу. Да, вот это самое? Да, в кендол. в кендол. Тогда кендол мы должны ... Да, это всегда босиком, всегда босиком в кендол. Так что зимой очень трудно. И физически кендол тренировка по кендолу очень сложна, особенно. но в процессе тренировки мы должны преодолевать все эти трудности, все эти сложности, физически и психологически. Но наиболее важное, то, что я выучил у своего учителя, кендол не должно быть использовано, чтобы биться с врагами. кендол для того, чтобы научиться контролировать себя, собственный разум. Это то, что я узнал от моего мастера. Потому что я все еще помню, может быть, мне было 12 или 13 лет, я спросил своего мастера, я хотел также научиться карате. или дзюдо. Потому что я был заинтересован в карате и дзюдо. И также драться с врагами. В кендол нужна палка. Итак, дело в том, что людям нельзя носить палку. Я хотел научиться карате или дзюдо. и мой мастер спросил меня, почему ты хочешь начинать учиться карате или дзюдо. И конечно, хотел быть сильным, я хотел бороться, я хотел побеждать. потом и учитель объяснил мне, накамора, ты все еще не понимаешь значение изучения кендо или на самом деле значение других боевых искусств. потом впоследствии, наверное, может быть, через, когда мне уже было 20 лет, я изучил больше истории бусидо о самураях, и тогда я начал понимать, действительно, что же мне до этого говорил мой мастер. Так что кендо это не для того, чтобы драться или убивать врагов, это для того, чтобы практиковать навыки контроля своего разума. Вам помогает кендо в бизнесе? Да, очень сильно помогает. А правда, что у вас мастер был из потомка самураев? Потомка из семьи из мира? Да. Поскольку я практиковал кендо, я заинтересовался в истории сумраев и бусидо. И потом, практически уже 20 лет назад я нашел одну книгу, бусидо называлась, которая была написана доктором Инна Нитобе. Он, как ни странно, тоже выползился из моего университета Хоккайда. Его основная специализация в бластейское хозяйство. Но в то же самое время он изучал очень много философий, и он описывает ценность пуши. и он написал эту книгу практически сто лет назад на английском. Меня очень впечатлило его описание бусидо и то, что он описывает в этой книге. Все еще я могу обнаружить очень много схожей в японской организации и в поведении японцев. Почему мы любим делать отчеты, почему мы всегда думаем сначала, например, чтобы не обвинять кого-то, а пытаться обвинить себя, если что-то происходит не так, если результат не очень хорош, если результат не тот, который ожидали, мы всегда стараемся не бывает так, что пытаемся обвинять кого-то еще. Мы должны подумать, как сделать лучше, как мы можем улучшить ситуацию, что было не так с нашим подходом, что было не так с нашей стратегией, например. Так что это очень-очень важно в моей компании или во многих других японских организациях. Мы должны пытаться научиться обвинять себя, и это способ того, чтобы продолжить находить решения для улучшения результата или улучшить нашу производственную деятельность или нашу стратегию или достигать лучшего результата в будущем. Накамур-сан, а иностранец может быть сотрудником Панасоника? Да. 330 тысяч сотрудников 70% не японцев. Ну и вот такое огромное количество иностранцев, которые вливаются в компанию, они изменяют сознание компании? Нет, я не думаю. Не думаю. Да, мы пытаемся быть более гибкими. Так называемый иримаджерий. Это смешение разных культур, разных точек зрения. Так что эта компания продвигает смешение разных культур. Но мы все еще все находимся под одним зонтиком компании философии общей, общего менеджмента, общей политики компании. Ну вот если говорить про компанию с точки зрения продуктов, которые она производит, вы можете сказать, какие последние бестселлеры, во что вы вкладываетесь, какие инновации у вас включены, расскажите немножко про мозг ваших продуктов. Так, центр наших продуктов, пожалуй. Мой бизнес, моя зона ответственности мы делаем инвестиции в сетевые решения и теперь IP технологии активно развиваются, это все меняет мир, так что каждое устройство, каждый продукт интегрируется в сеть. Так что это область, где мы должны продолжать делать больше инвестиций, в наши сетевые системные продукты, так что мы должны рассматривать возможности приспосабливать эти стратегии, эти продукты в решение, которое у нас уже существует, в решении области электронного оборудования. и так же видение нашей компании станет таким, что мы должны быть номер один зеленой компании. Мы должны самые... так что эта компания нацелена на то, чтобы стать наиболее экологической компанией. А вот вам лично, какой из этих продуктов больше нравится? Чем вы пользуетесь в вашей жизни? Вот я знаю, что ваш помощник Герман пользуется кашеваркой вот этой вот каждое утро. сериал-мейк every morning. Вот вы лично, вот вы лично. Не как сотрудник Panasonic, а как человек. На самом деле, помимо ответственности в области бизнеса, я очень люблю бытовые электроприборы Panasonic. Это не то, за что я отвечаю. Но мои коллеги, японцы и россияне, они работают очень упорно над тем, чтобы сделать бытовые электроприборы, особенно приборы для приготовления пищи в России очень успешные. Да. И наиболее успешные категории среди прочих. Мне очень нравится видеть всех моих коллег, которые настойчиво работают и в то же самое время получают удовольствие от работы. И вот почему мне нравится видеть, как они работают. Приборы для приготовления пищи используются на кухне. кухня очень важное место. В России тоже, это центр дома. Мы все делаем на кухне. Да, да, да. Вот почему лично я мне нравятся эти продукты, мне нравятся видеть их продвижение. Panasonic организует спецшколу кулинарии посредством использования наших электрофунктов. Японская кухня? Нет, русская кухня. Ой, знаете, я хочу сейчас поделиться с нашими радиослушателями блюдо, которое мы привезли из Японии. Мы были в таком очень симпатичном ресторанчике Шаба-Шаба. Насколько я знаю, Шаба-Шаба происходит от воды, капать вода, да? Мы начали это делать дома, это очень просто, это совершенно прикольная вещь. Вам нужно что-то типа, я не знаю, не фритюрницы, ну, что-то кастрюлю с тяжелым но на огне постоянно. Мясной бульон и кусок хорошей вылески, слегка подмороженный. вы нарезаете очень тонкими лепестками, садитесь вместе с своим любимым человеком и с тарелочкой вот этих лепестков, дальше берете палочками или вилкой вот этот лепесток, окунаете в бульон, делаете раз, два, три, четыре, и дальше у вас готовый очень вкусный кусочек мяса, дальше можете добавлять там какие-то соусы, и это и процедура, и некоторая игра, и действительно вкусная еда. И мне очень понравилось, мы привезли ее из Японии, мы сейчас и сами это делаем и всем своим друзьям. Поэтому ваша кулинарная кухня очень важна, потому что Москва буквально наводнена проектами суши-баров, суши-баров, но я думаю, что Россия и суши это не очень хорошая тема, потому что к нам приезжает очень мороженое. Рыба, а вот ваши традиции с мясом здесь могли бы прижиться гораздо лучше. Накаморосан, хорошо, значит, вот мы говорим о том, что компания сосредоточилась на экологическом направлении. Скажите, пожалуйста, какие-то шоурумы, где мы могли бы посмотреть ваши последние инновационные решения, где мы могли бы потрогать это, подумать о том, что мы купим через несколько лет. Это возможно сделать? Что-то, что делать окном в будущее? Да. Panasonic имеет в Токио Panasonic центр. У нас есть демонстрационные инновационный зал для потребительских продуктов, а также для решений для бизнеса. И у нас есть специальный так называемый эко-дом. Где это все? В Panasonic центр. В Токио. А, в Токио. Токио дорого лететь, а в Москве? Токио дорого лететь, но ничего в Москве. Да, точно. И мы внедряем концепцию умного дома. И это также солнечные батареи, также солнечные панели, и также у нас есть топливные ячейки. Расскажите про FuelSales. Они помогают варабатывать электроэнергию, используя газ. Для нас это очень актуально. Газ у нас завалить, а электрические сети остались желать улучшим. Да, мы рассматриваем возможность получения возможностей в России в этом смысле. И сейчас мы исследуем вопрос совместной России и Европы. Так что мы смотрим, если есть возможности. Действительно, это очень интересные топливные ячейки. Да, очень много ресурсов в этой стране природного газа. Да. Я лично верю, что есть тут возможности. И также мы внедряем систему эковизуализации. Это в панасониковском экодоме. Визуализационная система отслеживает постоянно потребление электроэнергии всеми электроприборами внутри дома. Так что аэрокондиционер, освещение, отопитель. тратить? Да. Да, тратить электроэнергии. Но мониторинг очень важен. Это значит, что система напоминает членам семьи, сколько вы тратите. То есть, это такой порча неров такая для семьи. но на самом деле графический интерфейс создан для того, чтобы члены семьи могли получать удовольствие, чтобы им было весело, если члены семьи способны тратить меньше электроэнергии в течение дня или в течение недели. это своего рода система, которая представляет собой открытку с поздравлением. Так что все члены семьи могут участвовать. А вот Коносоке Мацусита в своих трудах у него был очень интересный такой тезис. Сначала надо создать людей, затем товары. И в свое время, когда клиент спрашивал, что делает Panasonic, отвечали, что Panasonic создает людей, а также производит товары. А в этом смысле как вы работаете с кадрами, со студентами, с университетами, со школами? Есть какая-то программа для России или все это в Японии? На самом деле развитие людей до того, как создать продукты, это одна из моих наиболее интересных тем, тем философии и практики жизни. Потому что никогда не легко. Вещи очень трудно сделать. Никогда не легко для всех сотрудников понять, если эта компания на самом деле следует философия или нет. Потому что мы живем в несовершенном мире. Так что изо дня в день, всякий день мне приходится видеться с российскими коллегами. Я слушаю их жалобы, разочарования. Но вот почему я здесь. Я тут присутствую, чтобы услышать, чтобы поговорить, чтобы найти путь того, как мотивировать моих людей. И это постоянно происходящие трудные задачи. И также это одна из причин, почему я получаю удовольствие от работы здесь. все 25 лет? Вы получаете удовольствие все 25 лет? У вас не было кризиса среднего возраста? Кризис среднего возраста? Конечно, у меня был кризис, когда мне стало почти 35 лет. Я ощущал депрессию некоторую, но я справился, я преодолел депрессию. Хороший вопрос, спасибо, что напомнили. У меня было очень трудное время между 33-35 годами, потому что мой первый опыт работы на заводе, первый опыт работы с инженерной группой, с инженерами, сотрудниками завода, с отделом сбыта и со всем остальным. Это для меня было новое, так что на самом деле мне было трудно 3 года. Но через 3 года я начал понимать, как происходит работа производственной системы в компании. И я научился общаться с разными людьми, из инженерной группы, из производственной группы, из группы снабжения, допустим, все эти люди имеют собственную повестку дня, у них есть свои трудности, и как только я стал понимать все те задачи, все плохие вещи, хорошие вещи, с которыми я сталкиваюсь, я научился с ними разговаривать, может быть, я, скажем так, научился говорить с ними на их же языке. так что да, это то, как я справился, преодолел таким образом кризис. И также очень интересный мой опыт такой. Откровенно говоря, я хотел, я начал думать, хорошо, я даже думал сменить свое рабочее место, сменить работу. и в воскресных газетах там есть специальные секции с рекламой от работодателей и каждое воскресенье я тщательно проверял, какие компании ищут на работу и какие предлагаются рабочие места. так что каждое воскресенье да. Я настолько был озабочен тем, чтобы найти хорошее объявление, но когда я читал эти объявления, думал, думал о возможности найти работу, возможности наняться куда-то, не знаю, как-то естественно, постепенно, моя мотивация или может быть разочарование стало исчезать. Я начал думать, подумай, подожди, эта компания, я думаю, дает нам, она должна нам дать больше возможностей, может быть, работать с другими продуктами, с другими заводами, с других странах, благодаря масштабу этой компании. И как-то естественно, мое разочарование исчезло, это также, да, я все еще, кстати, помню, потом я думаю, я думал над тем, что правильно, я думал, ага, вот есть возможность поработать в России. Ну, это очень важный момент, потому что еще одна вещь, которая меня поразила, когда я изучала историю Панасоника и Матусситы, лично, меня поразило то, что компания пережила три крупных кризисов, очень крупных. Это был, насколько я понимаю, кризис военного времени, был кризис структурный где-то в 70-х годах, ну, то есть, было три очень крупных кризиса. Что происходит в России, когда компания, ну, мы молодые компании, когда у нас компания начинает вступать в кризисную ситуацию? Очень популярная российская и американская модель, ну, все бросить. Ничего не получается, и я сделаю новую компанию, учту предыдущие ошибки и попробую себя в другом месте. И вот это вот перескакивание с одного места на другое не дает возможности создать действительно большой устойчивый бизнес. И в этом смысле умение преодолевать кризис, как в личном смысле, так и в бизнес-смысле, это школа, которую мы еще не проходили. Поэтому здесь, мне кажется, это достаточно серьезный опыт Панасоника. И я хотел спросить, вот планируете ли вы читать курсы для российских предпринимателей? рассказывать ваш опыт, подход. На текущий момент компания существует скоро 100 лет, и как бы для нас это бесценный опыт. Да, это очень интересно. Да. Я лично очень уверен, я верю философию компании, верю в историю компании. Я уверен, что наша философия и история нашей компании может оказаться полезной для российских предпринимательских кругов. На самом деле в Японии очень много книг нашего основателя и его философии. Они были опубликованы, и также они были прочтены многими бизнесменами и студентами. так что почему бы и нет. Я думаю, будет большая честь и удовольствие для нашей компании. Я думаю, что в следующий раз мы пригласим ректора университета и поговорим по поводу возможности такого самого курса на программу. Скажите, вот это все, какие устройства для обучения вы делаете? Вы так много вкладываете смысла, а это сопровождается производством каких-то специальных продуктов? Чем вы можете помочь учебному процессу? Сейчас мы продвигаем решение для личного обучения, которое состоит из интерактивных досок. Что такое интерактивная доска? Интерактивная доска вместо того, чтобы иметь просто меловой досок. Нет, никакого мел никакого не будет. С персональным компьютером. Компьютер внутри? Нет, персональный компьютер отдельный. Они интегрированы вместе. это интерактивная конструкция, то есть учитель может рисовать изображение рукой. То есть дотрагиваться до доски и решать. Да. То есть школьники и учителя касаются к доске. А решение сохраняется в компьютере, да? таким образом можно больше не перерисовывать лекции с доски. Ты можешь просто сидеть и жевать бутерброд, и у тебя все это будет в компьютере. Да. очень эффективный способ, чтобы организовать систему обучения, и также эффективный и действенный для студентов и учащих. Да, конечно, вы же убираете основное время. Внимание больше не делали. Я помню, что мы прогуливали лекции, а потом перед экзаменами мы на перебой брали тетрадки отличников и всю ночь сидели и переписывали себе эти лекции. А теперь нам нужно просто взять электронную, просто скопировать файл. Правильно? Да. Я тоже самое делал. То есть вся автоматизация для лентяев. Потрясающе. И стопы на борду уже в России? Или это еще технологии будущего? Она готова, да. В эту пятницу мы организовали конкурс для учителей. Панасоник приглашает Панасоник приглашает или вообще по России? Вообще по России, любые. Учителей по всей России. Практически 200 учителей, которые поучаствовали в этом конкурсе, они конкурировали, соревновались в том, как они используют панаборд, вот эту интерактивную доску, в том, как они дают уроки. они соревновались, как они используют свои профессиональные навыки и как они, насколько привлекательным они делают свою лекцию для учащегося. Очень интересный конкурс. И потом у нас будут финальные соревнования, так что мы приглашаем учителей на финальные соревнования и у нас будет окончательный. посмотреть материалы этого конкурса? Мы сможем урок из этого материала. В интернете можно где-нибудь посмотреть? Да, да, да. А куда надо зайти? На Панасоник? На Панасоник веб-сайт? Как найти? На Панасоник. И там у вас будет специальное указание. Ну, мы тоже у себя, наверное, в почте расположим для наших слушателей информацию. Очень интересно. Я думаю, что следующим будет, например, интерактивная стена, когда вся квартира будет оформлена такими досками и можно будет рисовать записки для любимого человека, или какой-то граффити в электронном виде сохранять. Да, было бы очень интересно. Говорящие сцены. Да, мы сделали первую инсталляцию в доме. Да, правда? Правда? Да. Да, да, да. Очень интересно. Ну, Накамор Сан, наша программа, к сожалению, подходит к концу. Значит, у нас есть, как правило, в начале, так и в конце. Поскольку наша программа в основном слушают молодые предприниматели, скажите несколько слов для российских молодых предпринимателей. ваше пожелание... Мои пожелания, да. На самом деле, я чувствую большой потенциал этой страны и всей промышленности России. Так что, для предпринимателя я очень бы хотел надеяться на то, что они будут продолжать задавать вопросы и преодолевать сложности. И также так что они должны быть также амбициозны в отношении будущего этой страны. И очень важно то, что я все и о чем я думаю. Один из моих профессоров университета доктор Керр, когда он ушел из нашего университета, он приехал из США он преподавал в сельскохозяйстве в университете. Когда он ушел из нашего университета, уехал обратно в США, он оставил одно слово, которое «Мальчики, будь амбициозны». это слово все еще звучит у меня в голове. Я всегда хочу быть амбициозным. Даже в этой компании, компанией, наша компания это большая организация и очень много сотрудников на самом деле. Система управления очень, как бы я сказал, очень предпринимательская. Да, предпринимательская. Так что у меня есть свое подразделение, я управляю моим бизнесом со всеми коллегами. Это примерно 70 человек. Так что у меня собственные своего рода компании-предпринимателей. Я все еще надеюсь, что российские предприниматели будут амбициозными. Так что не бойтесь каких-то рисков и не испытывайте страха. Мы найдем, мы встретимся, может быть, на семинаре, на выставке или в нашем открытом доме. Я с большим удовольствием познакомлюсь с российскими предпринимателями. Ну, большое спасибо Накамура-сан, большое спасибо Фелис Флейтлих, замечательный перевод, большое спасибо. И, конечно, огромное спасибо Коносуке Масуцита, который, в общем-то, был сердцем сегодняшней программы. Да, значит, мы услышимся с вами через неделю. У нас в гостях сегодня был господин Масата Накамура, висепридент Панасоник Раши. До свидания. До свидания.